Друзья, всем привет! Сегодня у нас птица 70 дней. Мы замутили загончик. Вот уже видео, наверное, Елена выпустила. Загон для того, чтобы часть птицы отсюда выселить на улицу и выращивать ее с свободным выгулом. Узнаем, возможно это для кроссовой индейки или нет. Это важно для нас, для будущих лет, скажем так, ее выращивания. Мы сейчас чуть коснемся этого вопроса, но позже. Значит, смотрите, техническая сторона взвешивания. Мы думали, как вообще их взвешивать. То есть брать особей каких-то, метить их кольцами и следующее взвешивание не искать, а взвешивать тех, которых мы уже взвешивали. Либо нет в этом смысла никакого, потому как вы все равно увидите веса каждой из этой птицы уже в разделанном виде, в виде тушки, грубо говоря. Фиг его знает. Ну, в общем, нашел я тут несколько хомутов, поэтому давайте на всякий случай пометим, а там уже будем по ситуации действовать. Так, что хочу сказать. Смотрите, 70 дней им сегодня я пропоил их коксидиостатиком, ампролиумом пропоил с 60 дня по 67 день. 7 дней я поил. Давал я им ампролиум из расчета 0,5 грамм на 1 литр воды. Это профилактическая доза, лечебная доза составляет 1 грамм на литр. Вот, я давал 0,5, еще раз скажу. По помету, что могу сказать? В принципе, признаков коксидиоза я не вижу. Ну, и не то, что скажу, что я прям видел там, да, вот, не скажу. Вот, но я на всякий случай подстраховался, пропоил. Понос у птицы все равно есть. Вот. Как в прошлом году, все то же самое. Только у этой птицы понос более коричневый, у той птицы, которая на пурине, он более темный. Там он черный, грубо говоря. Вот и вся разница. А так понос, в принципе, присутствует. Значит, что еще? Значит, по поводу выгула, давайте скажу. Смотрите, у нас нет задачи вырастить эту птицу на выгуле любыми методами. Чтобы у нее там была вода с метронидозолом каждый день, антибиотики и так далее. Это не наш вариант. Мы хотим вырастить птицу, вот эту, которая была пропоена, значит, профилактическим метронидозолом в 40 дней и в 60 дней этим, как он, коксидиостатиком. И вот в таком состоянии, без всякой химии, то есть химичить мы не планируем, мы ее будем пытаться вырастить на выгуле. Но, если мы увидим, конечно же, симптомы, да, какого-то заболевания, мы не, наверное, не будем доводить до того, чтобы она вся пала у нас, да, и мы просто расскажем вам о том, что, с какими проблемами столкнулись, как лечили и так далее. И, в принципе, на этом закончим, наверное, наш эксперимент с выгулами, потому что, сами понимаете, уже столько денег вбухано в нее, и потерять вот так вот половину поголовья вот из этого конкретного загона не хотелось бы. Вот, так что вот давайте так договоримся. Значит, смотрите, еще такой момент. Эта птица, которая остается в загоне у нас на южной короне, и та птица, которая у нас в теплице находится на пурине, она будет получать все равно траву. Но в сухую погоду и сухую траву. Я вот накашиваю сюда, значит, кладу им. Сегодня они без травы, потому что у нас дождик идет целый день, поэтому они чисто на комбикорме сегодня. Та птица, которая на выгуле, соответственно, вот эта, будет употреблять южную корону тоже, только будет иметь доступ к траве на выгуле. Вот, но, наверное, в дождь мы выпускать не будем, правильно? То есть тоже с умом, скажем, будем подходить. Когда сухо, будьте добры, пожалуйста, сходите, поплюйте. Если сыр, то вот сидите здесь в загоне. Так, ну все, в принципе, что? По расклеву, расклев у нас прекратился. Спасибо вам. Спасибо вам за рекомендации, которые вы нам давали в комментариях. С частью мы согласны, с частью не согласны, как бы, да, в плане плотности посадки, наверное, больше не согласны, потому как плотность посадки на один метр квадратный по нормам взрослого индюка две особи. У нас здесь им два месяца, то есть здесь просто вот так вот. Даже когда был отгорожен. Подожди, я издалека покажу, просто это не видно на самом деле. Не видно, давай пока. Нет, вот сейчас особенно видно. Вот эта вся территория пустая. То есть, видите, да, они где-то одну треть максимум, если плотно встанут там, допустим, можно сказать, занимают, да? По поводу занять чем-то, да, возможно, занять надо чем-то, поэтому опять вернулась корзина сюда в два месяца, не в два месяца, в 70 дней. Раньше не рискнул. Вот, в 70 дней вернулась корзина после ампролиума, здесь будет сухая трава. По поводу яркого света. Сухая в смысле без воды, не в смысле сена. Не-не-не, да, в смысле без воды, без там возможных каких-то там червей, личинок и тому подобного. Значит, смотрите, по поводу света вы писали, что яркий свет притеняйте. Свет, вот это северная сторона. Прямого солнечного света здесь не бывает никогда. И в плане яркости никакого отличия с теплицей нет вообще. В теплице поярче, наверное, будет. В теплице, может быть, даже поярче. Два фасада открыты. Да. Еще баннер прозрачный, как бы, ну, он совсем немного света забирает. Так что никакой разницы нет. В той теплице в прошлом году у нас не было проблем с расклевами. И плотность посадки была выше. И сейчас у нас, как бы, там все нормально. Вот здесь вот такой момент произошел. Так что, с насчет яркости, я бы не сказал, да, естественно. Саш, ну, справедливости ради, ты скажешь, что свет, да. Да, свет очень важен, скажем так, при расклеве. Если яркий свет, начинается расклев. Особенно у цыплят. Это есть такое абсолютно верно. Вообще у цыплят, у индюшат, у любой птицы. И у уток, да. А от яркого света начинается расклев. Да, за этим надо следить. Но здесь, не думаю, что это была первопричиной. Не знаю, что повлияло. Короче, расклева нет. Депектирование мы сделали. Это, мне кажется, тоже подействовало. Комплекс мер, правда? Да, здесь надо смотреть, если все в комплексе применять какие-то мероприятия. Ну, давайте будем взвешивать. Кого будем взвешивать? Значит, смотрите, у нас, опять, помните, еще эксперимент состоит в том, чтобы понять, кто растет более эффективно. Это Биг-6 или Хайбрид-конвертер. Поэтому, наверное, придется нам брать две особи Бига отсюда, да? Две особи Хайбрида. Также вот там на Выгуле и также в Теплице. Я так думаю. Да? Приготовьтесь, шоу! Капец, это долгая песня будет. Ну, давайте начинать. Что тут? Говорить можно сколько угодно. Слушай, подожди. Ты сейчас абсолютно четко можешь понять, где мальчики. Вот, видишь, расфухыривается, все, мужики. Вот, да, мужика вижу. Значит, надо как-то делить, да, это? Ну, давай попробуем одного мужика, одну санку, да? Так, я сразу вам скажу, что, возможно, я где-то не покажу нулей. Возможно, я где-то там еще что-то. Я постараюсь, но, ну, как бы... Вот, показывай по нулям. Вот парень, да? Технически это возможно. Уж больно он парень-парень, да? Так, Саш, я не думаю, что это получится, если честно. Тихо. Постараемся без переломов крыльев? Постараемся. Ты сразу весы показывай, чтобы в ней не тянуть время. Крылья, крылья сложи. Тихо, отходи. 9, 650. 9, 650. Вот, парень, кто это? Давай, засекай. Это хайбрид, да. Так, тихо. Может, на выгул сразу? Стоп, нет, 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 нет. Мы этого крупного оставим здесь. Да? Да, потому что... Потому что не хочу рисковать. Давай, это самое. Сейчас я хомут возьму, придержи его. Ты нормальный человек? Придержи его. Придержи слона. Подожди, хомут. Хорошо, я держу его. Милый, мне надо тебя придержать. Давай я тебя придержу так. Я его придержу, я буду с ним ходить. Тихо, 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 тихо. Придержи его. Ай! Ефона, мать. Так, нам сказали, что... Чего? Тихо. Нам сказали, что на шею наступать опасно. Смотри, что в Америке происходило. Слушай, да он сейчас смотри, чтоб тебе на шею не наступил. Тихо, тихо, тихо. Я тебя немножко придушу, ладно? Чуть-чуть. Слушай, вот на самом деле, может быть, ну его нафиг, а? Мучить будем птицу. Давай, наверное, будем брать какие-то самые... А потом тогда ты не отследишь уже. Ты самого крупного выбрал или нет? Уже ладно, хомутами повязались, все. Ай, ой, тихо, тихо, тихо. Ты думаешь, это что? Саша, Саша, он лапой, лапой тебе не оцарапает? Я вижу, вижу, вижу. Ты мне давай там, не оторви ничего. Да уж, ты давай ему не оторви ничего. Лапой. Все, все, да мы тебя не трогаем вообще. Морда посинела, смотри, он злится, синяк, а? Я забыла, что я их синяк называла в прошлом году. Все, свободен. Главное, когда их отпускаешь, посмотри, они явно-равно прям вот так падают на землю и не шевелятся больше. Где хомут, кусок? Я уже отрезал. Кто раздувается, только бига, смотри. Вот, вот. Биг, нет? Да. У него две, вот он. А, вот он, да. Опа. Так, один хайбрид, один биг. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Саша, Саша, отпусти, отпусти, отпусти. Он успокоится, отпусти. Вот, вот, все, и ты возьмешь заново. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, вот и все, вот и все. 8,660? 8,670. Так, все, давайте я скажу, сколько должны весить. А, подожди, кому-то сначала. Давай ты просто постоишь спокойненько, да? Или хочешь, полежи. Ты сейчас, я думаю, меня уговоришь или кого-то? Так. Короче, вот так это будет выглядеть. Давай, этот, кусачки, где? Оху, я знаю. Кусачки, кусачки. Нужно, Саша. Вон они. Кусачки у кусачек. Пытается, которые куснуть кусачки, на. Так, есть. Угу. Вот сюда положу кусачки. Так. Это пацаны были, да, грубо? Угу. Теперь как девок-то определить? Так, девка, девка, девка. Вот, девка, точно. Как ты в броске прямо. Так, это хайбрид. Леопард. Так. Быстрей. 6,900. 6. 917, что ли? Ну ладно. А ты будешь метить-то метить ее? Стоять. Да, 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 да. Как она в воздухе лапами-то нежно. Велосипед показал. Кусачки. Так, есть. Дай мне, дай мне его. Теперь биг, девка, да? Угу. Так. Это проблема может быть. Веса-веса-веса-веса-веса. Так, веса. Так, 7 дней, 10 недель. Значит, самцы. 7,37. Так, девки. 5,6, 94. Что-то мне... 5,94. То есть у нас выше, правильно? Ну, вообще да. У нас сам пацан был 9, да, с чем-то почти 10? Да. Так, теперь девка биг, правильно? Угу. Так, ищем девка биг. Вот, наверное, скрывать. Ладно. Вот это кипиш. Вот, да, девчонка? Да. Скорее всего, девчонка. Скорее всего, но не 100%. Лен, здесь плохо будет видно. Наоборот, с этой стороны видно. Там солнце, да, слепит очень. Подожди, сядь, сядь, сядь. Тише, 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 тише. Подожди, сядь, 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 сядь. Не надо глазки закрывать. Сядь. Все, убирай руки. Сейчас я уберу руку. Смотри, смотрим, смотримся. 7,95. Все, не забывай. Тихо-тихо. Напоминаю, смотрите, беги у нас помечены уже. Брослые, дамя. Давай, каму. У меня целые тапки опилок. Я стесняюсь сказать, наверное, не только тапки. Так, все. Все или нет? Подожди, два. Два, подожди. Два, девочка одна. Два, две девочки. Две девочки. Так, это получается порция, которая здесь. Остается. Остается здесь. Блин, на выгуле. Сколько мы на выгул отсадим? 15 отсюда, я думаю, да? Наверное. Наверное, мы на выгул отсадим отсюда 15, поэтому давайте на выгуле мы взвесим, вернее, хомуты повесим на одного мальчика и на одну девочку. А, подожди, а как мы бигов из хайбридов? Да. Ё-моё, ну это капец. Так, ну что тогда, получается, нам нужно сейчас еще два мальчика, два девочки, да? Да. Блин, здоровый, жалко мне его на выгул-то. Саш, ну давай на выгул выпустим самых слабых и маленьких, и тогда это будет очень актуальный эксперимент. Тоже верно, тоже верно, да. Так, стоять. Все, садись, 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 садись. 8,780. По нулям, да? Странно, мне кажется, он тяжелый. Да, ну ладно. Хорошо, так, его, значит, мы на улицу, да? Хомут, давай. Так, есть. Так, теперь биг пацан. Ну вот, раз фуфырился, смотри. Вот он, биг пацан, вот он. Вот это? Вот это вот. Маленький, садись. Да, ну маленький, ну... Маленький, ладно, маленький. Какой есть, да? Какой есть, биг пацан. Тихо, подожди. Подожди. Нули. Так, все. Тихо, тихо. Тихо. Так. 7,155. Так, посмотри, по нулям будет? Да. У нее до этого 35 грамм. О, господи. Вот они и 35 грамм. А, ну ничего себе, блин. Тут надо поболее 35-ти стоять. Стоять, хомут. Уж извините, такая погрешность не от нас зависит. Так, ну... Ребята, вот сейчас вот я выбираю, да? Е-мой, никак не понял. Выбираю, короче говоря. Ну, видно, что конвертеры больше, согласны? Да. Бигов больших даже и нету. Ну, не то, что нету их, короче, не попадаются они на глаза. Нет, они не маленькие. Скажи, по таблице получается же, что они нормальные? Таблице, да, как бы, но конвертеры больше. Так, значит, есть мальчик хайбрид, мальчик дик. Подожди. Нет, а, все, это больные твои. Ты на них смотришь. Да, нет. Надо девчонку, короче. Вот девчонка. Я еще думала, дай, должна, не заклюют ли они их. Вот. Ну, вообще, эти новенькие на старой территории, по идее... Тихо, 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 тихо. Так, слушай, 35-то надо обнулить, наверное. Так, вот девчонка. Ну, мы с какашкой будем, ты обнулила, да? Да, на приват пускай. Я обнулила. Тихо, 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 тихо. Сядь, 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 сядь. 6-300, пускай 340, пускай 340. 6-340 будем считать. Да, по нулям. Так, метим. Это конвертер, девочка. Не лайте. Загадка про индюков. Лает, но не кусает. И вообще никого в дом не пускают. Это индюки. Так, открывай. Хайбриды и биги. Так, девчонка биг. А вот это загадка. Они что, девчонки биги, что мальчики мелкие. Вот это, смотри, не девочка, а биг. Биг, биг. Биг должна быть в расцветах. Это мужик стопудов, лапы толстые. Вот это девочка, кто у нас. Вот девочка у нас. Девочка в расцветах. Да, девочка, скорее всего. Самка, да, 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 скорее всего. Ножки хрупкие такие, утонченные. Поглям. 6.30. Моя ты умничка. Все, какая спокойная была. До тех пор, пока я это не сказала. Так, ну все. Так, все. Значит, смотрите, 4 особи. Еще 11 мы отсюда пересадим. Так, мы договорились с вами сколько? Еще 3 бига. Да, остальные конвертеры. И уже там, ну кто попадется, короче. Санки там, не самки, самцы. В общем, пересаживаем. И здесь останется у нас 25 получается. На всякий случай скажу, что в этом видео я хочу включить таблицу, где я посчитаю бигов и конвертеров на момент вот сейчас, можно сказать, загонного их содержания. И мы с вами уже сравним веса и по кормам, и по видам птицы. По кроссам. По пурине. По южной короне. И по бигам, и по хайбридам. Я вам сделаю табличку, которую я уже делала. Открываем секрет. Учет мы сейчас ведем двойной. Значит, это я по памяти пишу, сколько у нас птица съедает корма в таблицу нашу, в экселевскую. И чтобы себя контролировать, нас контролировать, я мешки все, которые они съедают, я храню вот здесь, на месте их пребывания. Также касаемо пурины, то же самое. У них есть свой мешок, куда я кладу все мешки, которые они съели, короче говоря. Чтобы у нас не было никаких там путаницы никакой, в том плане, что сколько чего там потом они сожрали у нас. Вот. Все. В принципе, да? Все? Что? Пошли. Скажу еще, что сейчас, вот они здесь опилок накидали в воду, это плохо, вода должна быть чистая, я сейчас поменяю. Я просто им сегодня здесь чистил опять. Ребят, чищу уже четвертый раз. Раз в неделю минимум. Просто пипец они здесь засрали все. Короче, я опилки насыпал, они их утрамбовали, засрали. Я все вычистил, сегодня два мешка еще рассыпал. Вот. Но сейчас совсем все хорошо. Это я только вот насыпал. Вот. Причем, я уже повторюсь, они какают в основном вот и едят. Но это нам на руку. Где пьют. Это нам на руку, потому что там более-менее такая она... Чистая, рыхлая. Рыхлая подстилка, да. Сейчас они пьют после ампролиума. Сделал перерыв два дня. И сейчас даю им пробиотик Витом 1-2. 1-2. Всем. Все птицы. Вот. Пропойки, скажи, совершаешь ты у всей птицы? И пурина, и южная корова. Да, пропойки у всех одинаковые. У всех одинаковые. Траву ты также даешь всем одинаковые. Сейчас еще раз повторю. Вот те, которые там у нас, да, я не знаю, мы посмотрим. Я еще вот... Ну-ка, весы оставь. Я еще предполагаю одну пропойку метронидозолом, пятидневную, в 90 дней, в 3 месяца. И на этом хочу вообще завершить, потому что птица уже начнет убираться где-то с 4-4,5. Это самки. Соответственно, больше мы давать ничего не планируем. Но там посмотрим. По возможности вообще попытаюсь избежать и пропойку в 3 месяца. Ну, посмотрим, короче говоря, посмотрим. Но опять-таки я говорю, вот тех, если они у нас будут на выгуле, мы не будем давать им постоянно воду там с ветронидозолом, антибиотик для профилактики. Это не наш вариант. Не наш абсолютно. Они будут на общих правах. Только с доступом на выгул и на траву, как бы вот так. Если будут проблемы, значит, нам этот вариант не подходит. Все. Значит, они вот здесь сидят у нас на будущее. И я им сам приношу траву сюда. Траву они с удовольствием идут, расскажу. Прямо свои, сами не свои, до травы они прямо вот в драку за ними. Так что трава для них, видимо, все-таки нужна, наверное. Ну все, уже сон час, Александр Сергеевич. Ну пора уже выкатываться. Все, пошли. Курень. Ну поехали. Давай, давай. Или они тебя, или ты их. Вот тут и это распуфыривается. Какого? Вот этого? Ну хватай уже. Пальцы-то кривее не придумать. А, да, вот кривые пальцы. Да, пожалуйста. Нас совершенно это не горюбит, на самом деле. Нет, нам что, пальцы есть, что ли? А даже если и есть, то что? Кривые тебе плохо естся? А, отлично. Мы ничего не приготовили. Все по нулям тут было. И сейчас мы с вами обнулим тару. Все. Так, давай ты смирной будешь. Вот так. Да, скажи, мне правда интересно даже, да? 9,50. Так, 9,50. Хорошо. Хомут. Ассистент. Ножницы. Так, это конвертер. Он у нас без хомутов. Без браслета, да. Ну, поужечки. Ну, порой. Давай. Так, есть. Это конвертер пацан. Открывай. А, открыто. Тихо. Девочка, это биг. А вот пацан биг, вижу. Видишь. И он тебя видит. Ё-моё, вы что делаете? Ну вот, они все, все влезли ногами в воду. Так, вот пик. Самец. Так, сметана, уйди-ка. 8,210 будем считать. Опа, ну ты, блин, ну. Что, потерял? Вот ты не мог потерпеть-то, а? Потерял 15 грамм. Ну ничего, сейчас обнули. Так, ну вот, смотрите, что, тоже меньше, да, Биг? Ну да, да. Беги меньше. Беги меньше. Беги меньше. Нас могли обмануть с яйцом из дати Бига средней весовой категории. Так, вот, наверное, девчонка. Кто? Опа, видела, как она? Прошпыгнула между ног, а? Вот это молодец. Вот это маневр. Смотри, девчонка, нет? Да, только-то закрывай. Точно, девчонка? Да, девочка, 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 100% самка. А то сейчас тут группа поддержки рванет. Так, там это сюрприз. По нулям, я уже обнулилась. Обнулилась? 7, 205. Молодец, девчонка. А может быть, это и не девчонка? Как считаешь? Нет, девочка. Самка. Так, нам девочку надо в хайбр цепи. Так, девочка, хайбр цепи вот стоит. Вот, я думаю, что это девчонка, да? Да. Хайбр цепи. По нулям показывай? Да. Сметан, ты там жмешь на весы, что ли? Ну, на одной лапе только задние. Это не считается. 6,545. Так, вот, видишь, как девочка биг была побольше. Ну, опять-таки, я говорю, может быть, есть и хайбрид с самкой, которая будет тяжелее. Но какие попадаются уже? В любом случае, я напомню, что в итоге у видео должно быть... Должны быть все веса, короче говоря. Уже в тушках. Правильно? Правильно. Мы заморочим вас по полной и покажем все 60 тушек. Так, все. Так, все, с пуринами все. С пуринами осталось воду поменять им тут, корм. Так, про корм скажу, смотрите, как на духу. Скоро такая штука вышла. У меня кончился, значит, старт 2 получается. Должен я был переходить на рост, но роста нету в точках продаж. Вернее, он был, я 3-4 дня профукал, и, в общем, он кончился. В новую партию он был завезен и опять кончился. Короче, я 2 раза не успел. Поэтому я их кормил. Сейчас вот 3 мешка им скормил бройлерного финиша. Сейчас обещают привезти уже индюшиный рост, ну, гровер. И я думаю, что как только вот я его заберу, сразу же вернусь к индюшинному корму. Но по весам, как мы видим, они сильно не пострадали. Ну, 3 мешка это, в принципе, ничего такого. Все на этом. Спасибо за внимание. Комментируйте, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик. Всем пока. Но пасаран.